Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир Кольштейн я ведущий программ радио Сангейтс и сегодня мы продолжаем цикл программ беседы о насущном у нас в гостях вновь Майкл Мелехов известный специалист в области нумерологии руководитель и основатель радиоцентра Сангейтс и компании Сангейтс ведущий радиопрограмм прошу прощения на волнах 1330 1430 АМ в Чикаго и автор целого ряда других радиопрограмм путешественник и наверное все остальное Майкл если пожелает расскажет о себе сам сегодня мы поговорим о энергиях сегодняшнего дня сегодня у нас 5 ноября и также коснемся обязательно очень злободневной темы выбора Соединенных Штатах с точки зрения нумерологии Майкл здравствуйте да добрый день добрый день Владимир и наши уважаемые радиослушатели youtube зрители которые будут смотреть нас в записи и мы действительно да сегодня поговорим о делах насущных так называется наша программа ну самое главное дела насущные это сегодня сегодня у нас суббота время в городе Чикаго 10 часов 45 минут утра по московскому времени это 18.45 ну и за окном то что я вижу стоит совершенно замечательная погода несмотря на то что вроде бы как бы и ноябрь месяц и уже дело к зиме идет а у нас по-прежнему если в переводе на Цельсии это примерно 20-22-23 градуса тепла весенняя погода да совершенно необычная для этого времени года ну а сегодня суббота как я уже сказал ну моя собственная концепция нумерологическая базируется на скажем так западном подходе современном это пифагорейская нумерология но я также использую есть такое понятие еще раз халдейской нумерологии есть понятие такая ведическая нумерология и вот как бы комбинация это и это намного проще то есть по сравнению скажем так с астрологами мне совершенно не нужна дата кроме даты рождения мне ничего не надо и время рождения оно только если это на границе перехода к ночи допустим тогда человек может быть под воздействием ну скажем за час до следующего дня или час после того то есть к примеру пятое число сегодня ноября то есть кто-то родился в час ночи допустим получается тогда это пятое число технически но по сути дела это еще как бы на границе о чем идет речь сегодня ну во первых суббота и суббота несет свой скажем вклад нумерологическую как психологическую матрицу тех людей которые родились сегодня это да но это пока этому может быть в следующем году не суббота и так далее и не будет действительно будет хоть другой день поэтому мы не будем сегодня говорить о дне будем говорить о дате дата рождения 5 ноября и это люди которые находятся под влиянием конкретно в эту дату под влиянием числа 5 находится опять ведической ну астрологии это меркурий то есть это люди которые обладают очень живым умом они остроумные они веселые они находчивы клуб веселых находчивых это те люди которые меркурианцы их можно называть то есть люди которые родились именно 5 14 и 23 числа то есть не обязательно только пятого числа это все люди которые находятся под влиянием меркурия это главная планета которая на них влияет ну а если говорить о конкретной дате 5 ноября то тут еще примешивается условно говоря марс то есть те люди которые находятся под влиянием то есть марс и меркурий меркурий как мы выяснили это планета клуба веселых и находчивых ну она да те люди которые веселые и находчивые они ну обладает этими качествами короче те люди которые родились 5 числа но опять же это люди которые могут быть и не только веселые находчивые это будем говорить условно моя терминология так как бы сибориты люди которые наслаждаются и кстати в юности молодые годы у них будет довольно значительное количество романов они очень так сказать восприимчивы любви обильные да и противоположному полу у них есть особое притяжение и они будут заводить вот такие вот романы то есть рекомендация как бы таким людям какова то есть или им пока не жениться совсем рано поскольку это может закончиться не очень хорошо особенно если противоположный пол вот в данном случае girlfriend жена она цифры могут не вибрировать с этой пятеркой и поэтому могут тем более происходить какие-то неблагоприятные последствия типа разводов а вот в зрелые годы ну скажем после тридцати вот им вполне так сказать рекомендовано рекомендовано когда они успокоились все уже так это у них все утряслось утряслось упорядочилось они могут уже так создавать семью вот но марс вот это вот который находится ну не будем говорить там есть негативное влияние есть позитивное влияние это не значит что они оказывают какое-то плохое влияние на этого человека который родился 5 ноября но тем не менее так это будем говорить называться то есть это переменчивы не постоянно вот это не скажем так негативное влияние марса и неугомонность непосредливость и так далее что касается финансового положения то в финансовом положении эти люди достаточно хорошо ориентируются в финансовых вопросах и они будут зарабатывать деньги финансово будут успешно они будут успешно вопрос заключается в другом вот тот самый марс он дает им в негативном отношении марс дает им так сказать может может можно деньги которые поступают их можно не удержать то есть их можно тратить направо налево и таким образом вот легко зарабатывать и легко тратить да и easy come easy go как это говорит по-английски да но потом это все опять же устаканится и все будет в порядке и они будут уже накопленное свое заработное свое они будут уже сохранять в дальнейшем что касается здоровья ну в принципе еще раз это 5 число 23 число и 14 число каждого месяца неважно это ноября ну в данном случае мы говорим про ноябрь конечно то здоровье ну более менее нормально все хорошо то есть выносливы они эти люди и они будут легко справляться с каким-то недомоганием но в какие-то уже совсем так скажем почтенные годы пожилые годы им будут все чаще и счастье они будут испытывать какие-то проблемы со здоровьем и это может без длительной затяжной болезни окончится ну скажем переходом следующего состояния выходом из нынешнего да да переходом в будущее да да ну что еще можно сказать если коротко то планируется планируется скажем им важные какие-то дела подписание документов и какие-то судьбоносные скажем решения принимать именно такие числа это 5 14 23 число и если это попадает еще к тому же на среду то есть их день дорогие друзья обращаюсь к вам дорогие наши именинники ваш день среда то есть если эта среда попадает еще к тому же на 5 14 или 23 число то все усиливается то есть все благоприятное усиливается и именно в эти дни попадающие на среду вам надо планировать какие-то вот важные вещи то есть камень который вам благоприятен и который допустим устраняет какие-то неполадки и который облегчает вам жизнь это изумруд вот этот ваш камень изумруд этот ваш камень кроме этого все таки это и марс то тогда какие-то блестящие камни и рубины гранаты кораллы это вот камни марсианские камни ну а какие цвета носить ну тоже блестящие какие-то ткани вот кремовые такие гардеробе должно присутствовать но в то же время какие-то малиновый красный и возможно даже для женщины розовые цвета ну это вот то что касается людей которые родили сегодня 5 ноября ну дела насущные берем наших претендентов кандидаты да без этой темы нам никуда не деться да да как мы знаем 8 ноября состоятся выборы в соединенных штатах америки и эти выборы таких выборах еще никогда не было вообще в истории выборов считаются почему все вокруг этого окружены какими-то скандалами я очень и очень коротко сегодня посмотрел даты рождения кандидатов в президенты и оба естественно имеют очень и очень сильные скажем качества но вот если я смотрел трампа но вот на память я сейчас не помню его даты а то есть ему уже он 46 года то есть ему исполнилось по моему 70 лет уже а клинтон да а клинтон она 47 года то есть 69 лет тоже тоже рядом да но вот что такое кто такой дональд трамп мы его знаем по скажем скажем было такое шоу в соединенных штатах назывался апрэнтис где две команды людей он их набирал из этих двух команд людей причем очень высоко образованных людей которые закончили самые престижные в мире институты он выбирал своих помощников для своих проектов а чем он знаменит он в общем то реал эстейт недвижимость и он построил огромное количество очень и очень серьезных сооружений и вот эти серьезные сооружения это его скажем там трейдмарк это его его скажем какая то такая фирменная марка которая для нее он работает это престиж это высочайшее качество это огромное вложение в эти проекты которые он делал и все они действительно очень и очень серьезные у него сейчас как вот совсем недавно кто-то мне сказал китаец кто-то купил у него квартиру за 300 миллионов всего лишь всего лишь 300 миллионов всего лишь 300 миллионов ну то есть просто так не покупают квартиру за 300 миллионов дело не в том сколько у него там денег а дело в том что это Трамп построил это особая квартира и вот то что он строит это какие то действительно очень особенные вещи я когда смотрел его нумерологию там какая то двойственность во первых он сам по себе революционер то есть то есть у него огромное то есть очень и очень жесткий будем так человек вот темноозновение весны помнишь там Капелян Эфим Капелян читал за кадром за кадром читал текст характеристики на члена ЛДРП там характер нордический стойкий вот это характер Трампа то есть у него у него все подчинено его идее и все кто против кто не с нами тот против нас то есть это это очень и очень жесткий человек с очень жестким характером и в то же время в то же время это человек который может работать в коллективе то есть понятно что коллектив должен следовать его направлению но в общем то он уважает коллектив и вот у него интересная характеристика то что называется кармическое число во второй половине жизни то что я вижу и эти качества он идет вот он куда то вперед как танк да и нацекается куда то дальше он двинуться не может преграда он двинуться не может если он на пролом лезть он может себя повредить и в этом есть очень серьезный скажем момент в будущем это может произойти тем более что все таки человек уже по возрасту 70 лет находиться в политике находиться вот таким в бизнесе это надо обладать очень серьезными качествами во первых во вторых это надо обладать очень не очень серьезным здоровьем и рано или поздно да переходит какой-то переизбыток чего-то и тогда это чревато для здоровья и вот тут может быть момент наступить который вот в данном случае у него потому что жесткость характера в первую очередь это на сердце если не по мне значит начинается это болеть сердце и вот тут могут быть проблемы еще раз астрологи знают это лучше я анализирую скажем матрицу и еще раз по памяти я даже так сказать не готовился но если мы говорим о Клинтон то во первых она чисто внешне она под воздействием Венеры Венера Венера это очень интересная планета во первых Венера это планета красоты это планета то есть она как бы человек родившийся под этой планетой по моему 24 числа она родилась то есть они обладают очень серьезными качествами в плане того что они видят и ценят красоту это изобразительное искусство это музыка это там танцы я знаю вот это люди которые это видят и понимают высокие искусства да но очень интересный момент в ведической мифологии будем так это называть в текстах описывается о том что есть учителя значит было два лагеря в то время один лагерь это было их называли полубогами их называли девотами а с другой стороны был лагерь демонов вот такой известный персонаж Равана который описывается в Ромаине и мы об этом немножко говорили он относился к клану демонов ну Гитлер это вот демоническая природа да явно так вот планета Раху четверка Раху вот у Трампа кстати вот это вот Раху присутствует во второй половине то есть есть какие то такие качества разрушительные так же как и Гитлер не сказать но в той же какой то степени да ну у него была идея понятно завоевать весь мир такая идея есть и у всех людей претендентов и президентов такая идея есть если они становятся им должны подчиняться но подчинить себе весь мир ну тогда это уже вообще запредельно но я это говорю только лишь к тому что там была такая ситуация интересная и вот я об этом рассказывал у меня есть нумерологическая там программа она посвящена как раз Раху и Кету это две части демонической личности которому Вишну отрубил голову когда они пробовали там напиток напиток такой Сома Раса там целая история была так вот пошло на крайние меры ну надо так вот так вот но там была очень интересная ситуация Юпитер это то есть в те времена в давние времена мы об этом все время говорили были учителя они есть и сегодня только мы их не понимаем и не трактуем их как наши учителя то есть мы об этом говорили у каждого человека в те физические времена был ну как бы или считалось должен быть учитель учитель это советчик не только в области вот какого то вопросов то есть он советчик этот он знал все ну во первых люди обладали совсем другими качествами тебе допустим ты приходишь к этому учителю а он про тебя уже знает все он естественно выбирает для тебя самый лучший вариант и по здоровью и по бизнесу и по взаимоотношениям это мудрецы которые действительно обладали такими качествами которые знали так вот никто не оспаривал авторитета своего учителя и вот у деватов то есть у полубоков был свой учитель это был Юпитер понятно повторюсь Юпитер это те люди которые родились третьего двенадцатого двадцать первого тридцатого числа то есть это очень благоприятная планета и люди которые находятся под воздействием этой планеты они успешны будем так говорить то есть потенциал к успеху потенциал очень высок да ну бывают периоды под периоды и так далее ну мы сейчас говорим в общем ну да а вот Венера был это Венера то есть это женского рода мы говорим Венера она Венера не она Венера это он по сути дела поскольку это полубог то есть это все планеты мужского рода и Луна тоже кстати вот так вот Венера был учителем этих самых асуров демонов демонов вот о чем идет речь то есть два качества высшее качество это все красивое все прекрасное это искусство да а низшее качество это какие-то интриги какие-то потайные что-то инсинуации какие-то то есть это какие-то вот такие вот ходи вот непонятные из области конспирологии да это относится к Нептуну это относится еще и к семеркам но в данном случае еще раз все планеты еще раз вот Венера был повелитель не повелитель а учителем вот этих вот асуров демонов ну там была целая история когда ну сейчас не буду вдаваться в эти детали но там как все произошло вот Юпитер перекинулся в Венеру тогда можно было превращаться и пошел к Ассорам и стал их настраивать чтобы они пошли на какие-то миротворческие переговоры с этими то есть они вместе пахтали этот океан для того чтобы взять этот напиток саму расу и чтобы то есть светлые договорились с темными да это что давал саму раса давал это бессмертие ну ради этого стоило да ну тем не менее они бы не пошли ни в каких ни под каким предлогом если бы он не прикинулся да ну он прикинулся и убедил их прийти но на самом деле вот именно с этой целью потому что без демонов мы не справились потому что там постоянно была вражда между ними но я немножко отвлекся от этих самых наших насущных дел от президентских выборов да время у нас передачи заканчивается еще немножко есть да если там показывает нам камера хорошо тогда 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 мы перейдем вот к выборам то есть что происходит буквально во вторник уже будет открытие пол и начнется вот это вот все перетурбации что будет происходить то есть будет происходить то есть революционер Трамп да и конспиратор да конспиратор да которая вот между собой будет ну будет очень интересные вещи по прогнозам опять же прогнозам так не предсказанием нумерологов астрологов 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 таких выборов в истории мира еще не было такие грязные не в этом дело даже не знаю каких я я так сказать но питаюсь бытия в политике тем более центр сангейтс я так сказать провожу линию чтобы мы не сбились вот вот туда потому что это да это неблагодарное дело это все обсуждать это как мы будем это реагировать на то что будет происходить мы должны быть скажем так готовы к очень многим вещам поэтому вот рядом со мной сидит мой партнер и учитель который обучал еще 40 лет после того как он сам получил просветление обучал как все таки надо людям существовать в этом мире и чем надо заниматься и кто мы такие и есть мы да мы об этом говорили с Сергеем Мельниковым буквально вчера на эту тему и нам надо это все понимать как все это будет на нас оказывать какой-то эффект то есть что будет происходить будет всплеск падение взлет и падение на валютном рынке потому что опять же доллар ну скажем все деньги дают банки крупные банки дают под Клинтон как бы да то есть получается что если она победит то тогда доллар должен пойти вверх как бы еще раз по теории на самом деле как будет на практике мы не знаем но по теории именно таким образом а если же будет наоборот тогда доллар сильно полетит вниз соответственно образом вся валюта по отношению к этому доллару она пойдет вверх ну это тема нашей другой передачи которую мы делаем когда в среду у нас передача из цикла благосостояния из цикла благосостояния совершенно верно да на финансовое положение на рынках допустим в мире но тем не менее соответственным образом и сам биржа сам стакмаркет полетит вниз и он уже начал свое серьезное падение вниз где-то недели наверное уже две с половиной оно там с перерывами но тенденция идет вниз достаточно серьезная что будет дальше мы не знаем но после выборов есть такая как бы есть такой прогноз не информация даже прогноз о том что кто-то может быть третьим человеком который в итоге станет президентом несмотря на избранного восьмого числа официально когда будет подсчет голосов закончен кто уже будет президентом с этого места подробнее мы сейчас говорим о какой-то революции ну на самом деле это не революция то есть если произойдет скажем у нас уже было такое импичмент то есть кто-то должен какие-то потрясения да главой но это отразится понятно на многих вещах но кто-то должен быть главой государства поэтому вот это имеется ввиду третий человек если не произойдет каких-то там действительно God forbid не дай бог произойдут какие-то вопросы со здоровьем естественным искусственным не знаю но есть такие прогнозы к этому тоже надо быть готовым готовым в плане чему ну те кто вот как я допустим еще на бирже находится ну надо быть так сказать понимать о чем идет речь в повертном состоянии да ну надо быть готовым к каким-то вещам ну вот таким образом я полагаю так мы будем подробно освещать завтра у нас будет еще программа где как раз таки дорогие друзья Владимир следите за нашими программами они все записываются выкладываются на ютюб у нас наши координаты это sungatesradio.com sungatesradio.com это facebook в первую очередь тоже sungates radio меня зовут Майкл Мелехов я руководитель центра sungate на моей страничке это тоже все можно посмотреть и в ютюбе поэтому все вопросы вы можете задавать там задавайте пожалуйста вопросы если вас что-то интересует Майкл с удовольствием ответит на все вопросы которые у вас возникли да и есть у нас skype самый простой вариант общения в skype sungates108 солнечный оборот на конце буквы sungates108 пожалуйста а завтра мы поговорим где как раз главное действующее лицо будет Владимир писатель публицист и обозреватель он как раз будет рассказывать о более подробно с других точек зрения кто претенденты и какие перспективы да какие перспективы будут при одном при другом ну и так далее эта программа тоже появится в ближайшем будущем у нас на наших каналах все спасибо большое спасибо большое вам за внимание Майкл спасибо за интересный рассказ всего вам хорошего до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания